Привет, братцы, это Шестаков. В спидвея отсутствует такое понятие, как лояльность, но в отличие от того же футбола. Гонщики очень часто переходят из клуба в клуб, бывает даже так, что они переходят в стан своих главных конкурентов. К примеру, футболист Франческо Тотти провел всю свою карьеру в Роме, за что и получил прозвище император Рима и безграничную любовь поклонников. Денис Гизатуллин, это Октябрьский Тотти. Всю свою карьеру он провел за свой клуб, за исключением тех сезонов, когда Октябрьский не был заявлен в чемпионате России. Ну и 2011 года, когда у него уже был контракт с Балаковской турбиной, но в целом всегда, когда Октябрьская команда была заявлена в чемпионат России, он выступал именно за нее. Поэтому прямо сейчас я лечу в Уфу, а оттуда буду добираться до города Октябрьский. Поехали! Я же так и не был чемпионом России в составе Лукойла в своей родной команде. Плачили с ним в шоке? Может быть мне тогда не платили? Это было настолько обидно. Можно было брать их двигатель и идти голову разбивать этим мотором. Такого там, что там ваааа, там прыгнул там вааа. Больше еще находился вот в этом шоке. Да, пусть обижается, кто хочет. Нету в России такой трек. Нас никто не умеет трек открыть. Кто такой, да, хер, не знаю. Сарачин приехал, не чувствовал. 15 очков-то набрал комплект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты выступал за все российские команды. Вышли Салават, Лукойл, Лукойл, Октябрьск и Башкирия, Восток, Турбина. Но в этом списке отсутствуют мегалаблики. Скажи, это для тебя, как для человека, который родился, вырос и практически всю свою карьеру провел в Октябрьском, это принципиальный момент или просто так получилось? Когда-то, да, думал принципиально, что я за мегалаблик никогда не буду гонять. Вот. И тогда сказал, и так получилось, что никак я с ними не сошелся, короче. Потом, после турбины, по-моему, был, вот один-единственный звонок был, там, Олег Кургуйский звонил, он не желал ли я там, ну, тоже у них там погонять, там, что-то... Я озвучил условия свои, он меня спросил, ну, похоже, то ли я переборщил, то ли они подумали, что слаб на тот момент был. То ли он звонился, сказал, что нет, то ли не перезвонил. Вот. И так, к нам в мегалаблике так меня не было. Вот сейчас, например, да, ты уже взрослый гонщик. Сейчас это принципиальная гонка или нет? Сейчас, на самом деле, для меня уже не столь принципиальная гонка с мегалабликой, как по молодости, конечно. Как бы гонка с мегалабликой, это та же самая гонка, как с любой другой командой. Вот. Выкладываться надо в любом случае на каждую из этих команд. А как ты думаешь для болельщиков? Октябрьских. Ну, и Тольяттинских. Я думаю, уже тоже нет, потому что поменялось поколение. Что в Тольятти, что у нас. Вот как ты думаешь, почему в Октябрьском всегда полно народу? Вот просто всегда. Вот смотри, только ответ, что молни у нас в городе любят сведей, это не считается. Ну, я думаю, это традиционный вид спорта. Всегда, сколько я, вот почему я начал заниматься спортом. Жил его, есть вот, там вот, по северному улице, адрес. Вот там, короче, все время отец водил с братом на мото-гонке. Это мне было еще с садика, помню. Потом палкой брал, бегал там, гонщик называл. В окрестностях, город маленький у нас, а вид спорта, на самом деле, очень зрелищный. Это раз, во-вторых, он очень шумный. Ну да, полгорода слышит, что он клеит тренера. Да, слышит, и все бегут, заманивают. Что за шум? Ты сам знаешь, шум заманивает всегда. А уже, когда люди сюда приходят, когда почувствуют вот это вот выхлопные газы, здесь же у нас сгора не приходит метанола с этим маслом. Раньше, когда касторка заливали... Еще сильнее похоже. Сильнее, да, пахло. Это вот касторовое масло, оно с метанолом отдавало вот это вот. Ну да, вот это из детства было, да. Вот. И с тех времен это все осталось, и вот поколение с поколением вот это переносит, переносит. Поэтому всегда трибуны были. Был большой перерыв. Сколько у нас не было? В 2000-е? Ну, днем 10-й, 11-й. Да, 10-11-й, но тогда только это поднималось, вроде что-то движение началось. Соскучились? Гонщики, да, были, но и, насколько я помню, тогда послабжи, мало практики было. Но тогда и люди их не знали. И вот за этот перерыв, который когда не было, одни уже там, ну, перестали ходить, детей водить, подросли там другие интересы. А новая вот эта молодежь, которая пошла, она вот этих не знала. Новых гонщиков, новую молодежь, которая была. Вот. И тогда... И вот это вот все вот забывалось, забывалось. А сейчас, вот как с Альбертом началось, вот года 4, да, народ снова начнет приходить. Во-первых, увидели там и мое возвращение, да, со своих. Вот цель же была такая, чтобы свое возвращаться, как когда-то, да. Чемпионат России среди юниоров, 17-й заезд. Идет ливень. Тебе нужно перевести 3 очка, и ты чемпион России. Да. Ты падаешь. Это было круто. Да. Ты очень сильно расстраиваешься. Я сейчас вставочку сделаю. Мы с партами на растянулись по дорожке. Вот видите, как его унесло. Вот, Денис Гизатурин совершает падение. Не справился с управлением мотоцикла. Буквально один круг только остался. Ничего, конечно, не получается. Тем более, еще судья ему помогает завести технику. Но это, вы знаете, что это не разрешено, конечно, правилами. Будет продемонстрировать, как все было. Я могу даже все один в один повторить, где я там за голову схватился. Где я упал, я тебе могу показать, да. Да, вот здесь. Я вроде здесь держался. Пытался держаться. Хотя бы удержаться, не упать. Но так было скользко. Я ногу поставил. Просто подскользнулся и все уже. И чуть-чуть хватило, и я сел на задницу. И это была жесть. 20-й заезд. Делать один, достаточно привезти два или три очка. То есть, приехать первым или вторым. Его три раза на трех гаражах заносит. В какой-то момент он, наверное, еще удерживался. Да. Он падает. Очень сильно расстраивается. Он кидает очки свои. Вы выступаете в одной команде. Вот скажи, в этот момент ты радовался? Как себя в этот момент нужно вести? Или как ты себя ввел? Я не понимаю. Да, я просто тихо сел. Всем нужна была медаль. Денису надо было больше всего. Ну, потому что последний венерский год. Золотой медали не было. И ему надо было. И я, по-моему, тогда просто сел. Я просто сел на скамеечку. И по-моему, сидел. И просто думал, что такое? Что натворил? Что произошло? Такого не было, что я там прыгнул. Да, там что-то держал. Там, ну, правда, и обидно было. И своя команда, и со своей командой. Мы все там неохота было так, прям этот. Ну, потом, естественно, что? Поздравление туда-сюда, там, анимашки, там. Такого там, что там, вау, прыгнул там, вау. Больше еще был, находился вот в этом шоке, что такая гонка была. Все, на эмоциях там. Не, общались нормально. Ну, а что такого? Что? Потом все остывают на весь день. Приходим, ну, что, в бокс один мотоцикл ремонтирует. Что-то не будешь уходить там, отворачиваться. Ну, я-то, я-то, по сути, не виноват, что сделал ошибку там. Что там, кто-то делает ошибки там. На деньги можно все привлечь. И СМИ можно привлечь там. Ну, смотри. Показать, что это такое-то. Главное, база-то есть уже. Есть же какие-то команды. Например, мы можем там показать, что есть в таком-то городе, да, там, Башкирия, там, вау. Ну, позвать людей, приедут сюда, посмотрят. Репортаж с ними там. Уехали к себе, показали, да. А, ну, смотри, есть такой турнир. СПИДВЕЙ ЕРОП ЧЕМПИОНШИП. Да. Огромные деньги. Ну, я смотрю, например, ТАП второго, по-моему. Ну, тысяча человек на трибуне. Ну, две. Это не вина там маркетинга или там рекламы какой-то. Это просто насыщенность очень огромная. Болельщики насытились. Привези в Октябрьский, тут 4.4 ряда. Тут вон на домах, я думаю, будут люди со всей балкона смотреть там. Первые деньги. Очковые. На ИПЕР. Чё, куда? На что? Вообще, первая гонка официально, где я проехал, это был Чемпионат России среди неоров. Вот вспомнишь, когда Корнев выиграл Костя в Салавате Чемпионат России среди неоров, где Ренат Гафуров мог стать первым, упал он в решающем так же, кстати, заезде. Занял, по-моему, четвертый в итоге, что ли, он место. Мне кажется, это девятый. Мне кажется, это девятый. Двухтысячный Власов? Да, значит, девятый. А девятый, значит, Корнев. Да, да. Значит, это был девятый год. Тогда я официально, я был запасным, но я поехал, 26 заезда я проехал тогда, в качестве запасного, я набрал тогда 2 очка своих. Я приехал вторым. Тогда для меня был огонь, а тогда Павла Бондаренко привезла, из старших, из братьев. Короче, я приехал вторым. У меня стартануло, у меня хороший старт получился. Вот кто-то меня успел объехать в первом вираже. Пашка не сумел. И так я мозги пудрил, короче, этот. И он меня, по ходу, тоже по трассе не смог объехать. А, было, знаешь, как дело вообще. Два заезда я поехал, один заез ехал. Что-то там из-за мандража я, короче, раньше в Зонос поехал. Да, и я чуть ли там не по полю, я, короче, сел на жопу, упал. И вот второй был заез, и я приехал вторым. Для меня это вторым был, я ехал, там, салавата, ехали на совесть там. Но для меня такая разница была. Вот эти два очка, вот. Но я не помню, заплатили мне за это. Но я вот тоже, мне вот, интересно, то есть это, наверное, же не оплачивается же. Не, оплачивались они, вошли, 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 да. Может быть, мне тогда не платили. Да, я-то что там. Конкретно не могу сказать, заплатили мне. Короче, первый день, который я заработал, и который я почувствовал, я заработал здесь, в нашем треке. Это было завершение сезона, у нас был кубок то ли у Койла, то ли Башкирии, то ли мэра города нашел. Тогда я набрал, по-моему, три очка. Три очка набрал, по 200 рублей было очко. Тогда, 600 рублей я заработал. По тем временам, это, ну, давай, чтобы... 600 рублей. Сколько стоило, например... И вот смотри, я, что я купил на эти деньги? Зима надвигается. Я пошелся и купил хорошие кожаные зимние ботинки, вроде более-менее модные. За 600 рублей? Прямо за 600 рублей, да. Тогда, это, ну, офигенно, это хорошие ботинки я себе купил. Ну, давай, то есть, если сейчас на наши деньги переводить, то это примерно, вот, 1012. Нет, ну, чуть меньше, если я, ну, можно даже сказать, можно так, 0 добавить просто, ну, 1006, наверное, сейчас, вот, как-то, я думаю, можно, наверное, 6000, так вот, более-менее, да, сравним, да, 1006, да, вот так вот. Не зависит от родителей, да, да, я что, я сам себе, все, я сам, я все, большой взрослый, все, вот, я сам, сам заработал, все, куда хочу, что хочу, то куплю, все, там. Так, ребятушки, небольшое лирическое отступление, я сейчас хочу попросить кое-что сделать. Я знаю, что много из вас смотрят, там, просто ВКонтакте, там, не авторизируясь на Ютубе, да, там, или в мессенджерах, вы, там, скидываете друг другу, пожалуйста, зайдите на Ютуб, подпишитесь на канал, там, поставьте лайк, комментарий какой-то, напишите. Это мне очень нужно, чтобы я понимал, что я все делаю правильно. Сейчас время, знаете, какое сложное, ну, знаете, наверное, я думаю, что к тому времени, когда вот выйдет это видео, в Москве, скорее всего, уже будет прям полный карантин, то есть нельзя будет даже на улицу выйти. Сложно сейчас будет куда-то ездить, с кем-то разговаривать, не думаю, что все хотят там сейчас друг с другом видеться, куда-то ходить, что-то снимать, о чем-то общаться, но я все равно справлюсь. Короче, есть еще один выпуск, уже отснятый, сейчас его будем монтировать, поэтому, скажем так, без контента вы не останетесь, поэтому, друзья, пожалуйста, зайдите, подпишитесь на канал, поставьте лайк, это очень важно для меня, это первое. Второе, давайте подведем итоги конкурса, который мы проводили с Игорем Кононовым, давайте его послушаем. Давайте подарим Толстовку и Мишку Алексею Устинову за активное участие в голосовании. Поздравляем победителя, напишите с этого аккаунта здесь под видео, что это вы и куда вам отправить, собственно говоря, подарки. И третье, так как старт экстралигии отложен, мы это знаем все с вами, я предлагаю вместе с вами посмотреть какие-нибудь старые гонки, гран-при этапы, секи, чемпионаты мира. В формате стрима, то есть там будем запускать, смотреть там на 2-2,5 часа, будем смотреть гонку, в перерывах общаться. Если вам это интересно, если вы думаете, что это, блин, почему бы нет, напишите, пожалуйста, вот тоже прямо здесь в комментарии. Вечерочком как-нибудь запущу стрим, анонсирую. Кстати, подпишитесь за одну группу ВКонтакте, ссылка есть здесь в описании. И все, друзья, продолжаем смотреть. Сам знаешь, да, гран-при сыты рекламы, да? И не только для там спозеров, и для тюнеров. Как ты знаешь, тюнеров у нас попасть и пересчитать на весь мир спидвейной конкуренции нет, монополизации там, да, и что хотят, то и делают. И так вот, когда ты идешь, покупаешь двигатель, к тому же тюнеру, допустим, что делает Хэнкок, во-первых, он тебе сразу его не делает, это надо выставить очередь, там, допустим, заказов, естественно, много, там, не один я там увидел Хэнкок, и всяким результатом захотел такой двигатель. Ну ладно, ну они, и знаешь, какая вот эта самая плохая ситуация, да? Ладно, те богатые гонщики, там, да, высший класс в уровне, да, например, меня, да, там, конкретно мою ситуацию, да, вот, рассмотрим. Они вот едут, для них двигатель купить, и то, что он будет ехать задом наперед, нет проблем. Они берут деньги и покупают тут же другого тюнера, для них нет проблем. И вот эта теория, которую, там, ты вот правильно вопрос задал, что, там, у меня есть бабло, я пошел, такой же двигатель купил. Ну, я хочу такой двигатель, как у Хэнкок, он, пожалуйста, столько стоит, там, 7 тысяч фунтов, да? Ладно, покупаешь, он тебе делает, там, он просто потирает руки. А, хорошо, реклама сработала. Ну, естественно, Хэнкок он делает, там, ну, делает за те же деньги, там, но у них другая, там, спонсор поддержит, а вот GM они получают бесплатно, там. Ну, а здесь делает, типа, от балды? Да, здесь просто тебе делает от балды, просто зарабатывает на тебе денег. Он твои, он не знает, кому он делает. Услышал фамилию, там, ну, сделал, там, он не следит за тобой, у тебя нет гран-при, ты для него не существуешь. Ты выкидываешь деньги, я делал, лично я делал это много раз, просто выкидывал деньги. Это было настолько обидно, можно было брать этот двигатель и идти голову разбивать этим мотором. И еще больнее то, что говоришь человеку, это не тот двигатель, ну, не так, да. Они говорят, ну, как, ну, Хэнкок же едет, значит, ты говно, да. Почему я это спокойно говорю, потому что это было проверено. Я забирал не новый двигатель, а после гонщиков забирал. Они едут по-другому. И они едут так, что просто огонь. У нас есть, да, специалисты, наши, как раз таки, пацаны делают, они нормально, но они немножко остают в техническом оснащении. На самом деле, по уму, нисколько не отстают от иностранных. Здесь просто другая тема, просто по оснащению, там, это уже как вот, там, иностранцы, те же механики, это их не работает, бизнес, там, там, у них есть европейская поддержка финансовая, у нас такого нет. И поэтому наши вот в этом проигрывают, хотя пацан, на самом деле, и рукастая, и головастая. Ну, то есть он головой понимает, как нужно сделать, но технически это сделать не может, потому что в нем не хватает материалов, станков, знаешь. Сейчас эти все станки, сам знаешь, это с программами, все это компьютеризировано, но все дорого, естественно, это все, просто на это нет средств. Хотя пацаны грамотные, все там. Мне много говорили, я последние деньги собирал на двигателя, да, там, первый день, сначала, когда больше гонял, я здесь зарабатывал, и эти деньги вообще увозил туда, инвестировал, потому что спонсоров не было, я на эти российские очки покупал технику, там, мне хотелось, я ознакомился с тюнерами, мне делали, я пробовал вот так вот, и вот, знаешь, когда на последние деньги там собираешь, а ты надеешься, а там ценник крепкий, там, знаешь, там, пять тысяч евро, допустим, пять с половиной тысяч евро двигатель стоит, да, представляешь? Ну, а настройка? А что, тюнер, ты уже готов покупаешь двигатель, все там. А, он сам его настраивает? Все, сам, да, уже все включает, весь тюнинг, все там, вот, и ты берешь, ты же настраиваешься, там, ну, ладно, там, естественно, на трек выехал, там, для себя, там, твоя звезда, там, все это, ну, блин, ну, я что ж не дурак, и чутье у меня есть, там, я знаю, и я почувствую, что не то, и есть что-то не то, и начинаешь говорить, либо двигатель клинит, обычный, вот, двигатель спидвейный, у него ресурс 5 гонок, 25 заездов, да? Двигатель клинит, допустим, вал через, там, 10 заездов новый, звонишь тюнеру, говоришь, так и так, там, ну, ладно, пришли, там, естественно, гарантии никакой нет, ты попадаешь все равно на деньги. Просто выяснить для себя честность, вот эту, знаешь, как бы, создать, знаешь, между тюнером отношения, вот эти проверить, там, говоришь, там, ну, что случилось, там, естественно, тюнер на себя брать не хочет, он всю вину на гонщика, тем более на такого, как я, там, да, на гран-при, если он скажет, он и гран-при полгу даст, и он разрекламировал так, что у меня никто двигателя делал, он говорит, а я, что, моего уровня, там, гонщики, там, да, гран-при, там, мне все равно, и он мне говорит, ты проехал больше, чем ты говоришь, там, на этом двигателе, я говорю, нет, я говорю, как я мог это проехать, значит, масло не то лил, там, я сказал, такое-то, другое залил, там, я говорю, нет, все дело как положено, и все, пытаешься спорить, бесполезно, все, просто ложь трубку и говоришь, что этот такой плохой человек, это тюнер и все, больше никогда у него двигатель просто не делаешь и все. Да, так как делать больше ни у кого, то... Ну, еще других у нас, есть другие, опять все заново начинаешь. Расскажи мне, какой в России самый шикарный трек, ну, я имею в виду, да, вот, Гаря, самый шикарный, ну, в плане для обгона, для комфортной езды, вот, какой самый клевый трек, в России, не стадион, а именно трек. Трек, на самом деле, ну, пусть обижается, кто хочет, нет в России такого трека, нас никто не умеет трек готовить. То есть, с польскими трек... Если Глеб говорил про это, он в этом, в этом я его поддерживаю. Я бы с ним не разговаривал про дорожку. Не умеет в нашем, ни в одном городе, готовит такую насыпку рабочую, хорошую, ни в одном городе. Пускай все лежат там, это я имею право говорить, мне уже достаточно лет, я проездил, и через года, из года в год ничего не меняется, совсем бесполезно спорить, никто нас не слушает, гонщиков. Я открыто, спокойно говорю, никто у нас не умеет готовить трек в России, поэтому я тебе не могу сказать, где он такой, прям, вау! Что-то там, поливать, чтобы он ровно отсыпался, там, знаешь, там, кайфовал, везде работал, такого нету. Я попал вот в это время, где, да, вот это время было самое, да, самое было лучшее, вот, знаешь, как получилось, был такой период, потому что, когда я пришел, не было судей, и вот пацаны, кто ходил, они уже с возраста выходили, с Нью-Йоркского ее занимались, ну, просто так проходили, но были пацаны потенциалом и талантливые все. Я пришел, конец вот этой эпохи, бедности, где не было команды, как раз я застал вот это вот, я пришел в 96-й год, и Лукоил пришел в 97-й год. Я быстрее пришел, я, по-моему, даже в школу не пошел в 97-м году, когда привезли первый мотоцикл из фабрики Ява Новая, тогда приехал Карус, сзади ворота здесь были. Это закупили мотоциклы для команды? Да, закупили мотоциклы для команды, новенькие мотоциклы, там, красные, белые, синие, тогда ездили в Чехию на Икарусе, Михаил Старостин, Ренат Марданшин, тогда Ренат Марданшин был сложен застать, потому что он рано уезжал, в Польшу на сборы, там, и Миша тоже, и тут автобусы распахивают, двери же ходят, Ренат Марданшин, они все, ну, модные, там, в Киеве, из этих всех автобусов, там, для Миши, там, открывается задняя дверь, отсек автобуса, там, мотоцикл, а новая, вау, там, выгрузили их сюда. Ты же, наверное, представляешь, примерно, сколько примерно стоит по деньгам проехать одному гонщику, одну тренировку? На самом деле, вот так сейчас сложно посчитать, но я тебе скажу, что уходит на тренировку, да, резина, литр масла, метанол, сложно сказать, сколько сгорает, на одного, там, блин, 5 литров, наверное, мало, на одного гонщика. Сколько стоит, например? Метанол, даже не знаю, сколько он стоит. Дешевле бензо? Нет. Дороже бензо? Да. Не сто ли рублей литр метанола? Слушай, кстати, Альберт точно знает. Угу, но мы его спросим потом. Да, вообще, в Европе 5 евро стоит он, литр, там все покупается. Метанол, ты приезжаешь, не дают, там покупаешь его. Кроме чемпионата мира, гран-при и команды, на остальных все соревнованиях привозишь либо свой, где-то на тырил, там, либо уже покупаешь, там, на лист. Свой разве можно, там, с одной бочкой же все блют, вроде? Нет, это, да, если такие правила, с какой бочкой ты будешь? Ну, вот что, присадочек туда, что ли? Можно спокойно, пожалуйста. Вот тебя поймают. Потом поймают, берут анализ. После данного? Да, берут анализ. То есть, а если выиграешь, тебе берут анализ метанолы, сразу техкомиссии, тебя взвешивают мотоцикл, все. У нас в России есть такое? У нас есть такое, да. Ну, то есть, проверяют все равно? Ну, у нас проверяется до гонки техосмотра, так называемый. Но анализ метанола у нас не берется. Это очень дорого для числа наших, там, количество команд. И такой, ну, там, много времени займет анализ. То есть, теоретически в чемпионате России можно... Можно взять метанол на пробу, но быстро результаты не будет, там, мгновенно у нас весь день. Вот есть такое мнение, что в Тольятти не зрелищный трек. Типа там очень сложно обгонять. Вот, ты свое мнение по этому поводу. Да, я согласен с болельщиками. Там реально сложно обогнать? Опять, это из-за фракции или из-за... На самом деле, на сегодняшний момент, на данный момент, получилось со временем, да, из-за фракции началось. Блин, прям объект огромный такой. Ну, да. Прям такой весомый, такой серьезный такой, да. Ну, и, на самом деле, тоже есть вот там определенный, вот действительно определенный такой кайф, что это именно для спидвейников. Да, именно он спидвейник. Ну, да. Чисто спидвейник. Что, мол, не построили для футбола, но мы здесь, как бы, вот иконки проводим, наверное. Да, это, конечно, круто. Это чисто, да, спидвейник. Ну, вот, по траекториям, вот, да, в Тольятти жалко, конечно. Ну, может, еще что-то это... Ну, надо, не знаю. Честно, мне это надо. Владивосток, Лукойл, вы... Вам достаточно... Востоку ничего не нужно, не третий в любом случае. Вам достаточно приехать в ничью, ну, или победить последний заезд, пятнадцатый. Ты... Все, опять было на мне, я не знаю, остался. Ты едешь до последнего виража, до заключительного. Ну, заключительного. Да. За команду Лукойл по второй дорожке в желтом наследнике Денис Гизатулин. Последний круг. На дистанцию атаки выходит Ренат Гафуров. Вход в последний поворот. Гизатулина выносит на внешний радиус. И Гафуров выходит вперед. Финишную черту первым пересекает Ренат Гафуров. Вторым на финиш пришел Денис Гизатулин. До новых встреч. Гонку комментировал Александр Кузин. Ценный очки вез там, да, там, ну, солидную, там, сумму очков привозил я, да. Вот, и на самом деле это очень тогда было настолько близко. Медаль золотая, вот эта, там, к чему я мечтал, да, с детства. Ну, да. Одной же клуб, там, для своего клуба, там, вот. И я же так и не был чемпионом России в составе Лукоила своей родной команды. Вот, и вот это, наверное, обидно, да. Но обидно, знаешь, как бы это не моя вина, там. Тогда Рен тоже был Гафуров, он в отличной форме был, там. Тем более это первый год они ехали за Владим тогда, да. С Шайхулина, да, ушли они, там. Обидно было то, что поляки, на самом деле, подвели. А кто тогда был, Шановский? Тома Шеремпала, по-моему, один, что ли, он был. Или двое было, Шановский тоже, что ли, был. Он-то нормально проехал, вот этот просто, там, два раза, что ли, упал, там, по-детски. Упал по-детски. Хватило бы просто, чтобы он не упал, там. Он ехал в очковой зоне, по-моему, там, одно вез, что ли, там, развернул на входе. Вот, знаешь, придраться к каждому можно было. Придраться можно было каждому, у них одного очка, там, двух. Нет, ну, понятное дело, что я не думаю, чтобы был хоть один человек, который тебя, там, аквенит, в том, чтобы, там, медали взял. Просто, вот, не обидно вдвойне, например, что это Ренат? Нет, не обидно, то, что это он был. Ну, а что такого? Ну, он же наш, он же, вот, он же свой, он же октябрьский. Свой, свой, там. Понятное дело, что, как бы, он, там, за другой клуб выступает, шутка. Понятно, каждый же, там, делает свое. Ну, что, кому хоть проигрывать, там, он боролся до конца, я боролся. Я допустил ошибку, он увидел, воспользовался, там, да, там. Обидно, может, было бы, если бы он, там, да, там, наглую, там, что-то подъехал, меня снес, или что-то, там, да, там. Или, там, подвинул куда-то, там, да, чуть бы я не упал, там, такая ситуация, если бы была какая-то. Но мы тогда боролись, вот, все, последний вираж решился. Не то, что в первом повороте, не во втором, там, да, боролись до конца, я знал, выезжая в Элизавет, знал, что он сейчас будет делать все, тем более, здесь я его знаю, знаю характер, что он не сдастся никогда-то, там, не то, что он хотел лично бы у меня выиграть, хотя это тоже хотелось, там, но и то, что переход вот этот, вот, был, там, хотел он. Чего? Доказать? Да не то, чтобы доказать, там, ну, не поддалась, но это неправильно, на самом деле. Ну, не по спортивному, я согласен. Конечно, он ехал свое, там, он умеет, он ехал, и все, как бы, это, это не обиде, там, ничего такого. Вроде ничего такого не было, там. Вы дружите с ним? Да, конечно. Ты не знаешь, он, вообще, нет у него планов домой? Ну, хватит, конечно, все. Мне тоже кажется, это прикольно, прикинь, какая-то банда. Ну, на самом деле, да. Ну, не знаю, как это уже, естественно, там, прям, я же не знаю, что у него в голове. Спрашивать-то я и не спрашиваю, я сам знаю, там, что он хочет сюда. А когда, почему и что, там, особо не расспрашивают, там, спрашивают бесполезно, он не скажет. Ну, значит, то ли есть на ту причина, ну, на самом деле, да, есть, значит, на ту причина. Да, ну, есть, наверное, уж, конечно. Конечно, да. Ему виднее. 2006 год, это самый реальный шанс был, наверное, за последние несколько лет взять золото. Ну, вот. 7-й, правый год. Просто 3 домашних поражения, 4-е место. И, собственно говоря, закат, да, уход генерального спонсора, буквально, клуба, нет. Вот тебе не кажется, что та гонка, проигранная по Владико, стала вот каким-то... Нет. Нет? Там, как бы, мы ссорить этим не будем. Скажу, почему, на самом деле, так развалилась команда Досина, наверное, тоже, наверное, значит. То есть, по-моему, политический ход, насколько я знаю, и все. На самом деле, отказ, прекращение спонсорской поддержки от компании «Луквейл». Вот. А это, на самом деле, не та гонка, там, все решило, там, нет. Почему 7-й был настолько слабый? Там же больше никто не уходил. То есть, в 6-м ушли, там, Калимовин, старший. Да. Просто потому, что знали, может, значит, что уже все... Камеры все целы. Да, это Марсель, это мой друг, спонсор, помощник, который владеет этим и дает возможность заниматься. Стас, что завезнул? Ну, не знаю. Попытки были? Не, может быть. Нет, заниматься скорее, но были интересные гонки, когда этот гонок был. Хороший результат. Слушай, ну я помню. Хорошая объезда, вроде такие, которые подъезды, хорошие старты. Но решил, решил, наверное, завязать и заняться другим делом по жизни. Наверное, это правильно. Ну, я не знаю. Вот сейчас вот думаешь, может быть, узнаешь, и надо было, может быть, и продолжить. Сергей, мой тренер, который готовит меня к Синжону. Тяжу, не сказали, да? Да, чуть-чуть. Прямо сейчас, насколько ужасна его физическая форма? Ужасная, он давно уже не ходит. Материться можно? Можно, можно. Матерюсь. Аж настолько она ужасна. Сколько нужно времени, чтобы он был полностью готов? Ну, в принципе, полгода. И он подготовится. В прошлом году мы хорошо подготовили. Полгода это сезон. Мы начинаем рано. Я бы хотел сентября. А, ну, в смысле, вы уже готовите? Сейчас, да, процесс. Пытается? Пытается, да. Что-то это затягивается. Сколько нужно бежать на беговой дорожке, чтобы проехать пять кругов, и не задохнуться? Опять пять заездов, и не задохнуться. Ну, тут не в этом дело, да. Дорожка. Ну, кардио важно? Кардио важно, конечно. Вообще вся подготовка, силовая подготовка, и кардио, и у нас, и все важно. Я ему, как крест, сказал, что не надо, и все он сделал. У нас все получилось, и мы хорошо готовились. Ну, в этом чуть меньше, да, если честно. Но хватает. Сейчас ты уедешь, мы будем хорошо готовиться. Опять войдем. Пошел какой-то день. Пилист, пилист. 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 Рафала Сумак. Да, да, Рафала Сумак. Он выглядел тогда, они все, кто приезжали, поляки, тогда как было, он приехал, миллировный, представляешь? У нас тут даже вообще-то дико было. И вот они, вот те, кто не приезжал, вот такие, вот, знаешь, там, поляки, там, миллирон или что-нибудь, там, джинсы какие-то широкие, какая-то цветная рубашка. Бо-о-о-о, это вообще казалось, что там, на самом деле, он иностранец был. Ну, и от езды, на самом деле, он набрала 15 очков, там, а в Польше, по сути, не был таким, каким-то, там, суперсильным гонщиком, каким-то, там, середнячком, чуть даже слабым, там, только выше сеньорского возраста, там, то ли он был призером, увеличил чемпионат Польши Ременера, шел или что-то, там, вот, и тогда, ооо, как он стартовал, там, все вот это, все по-другому. Он, там, бегал вокруг. Ну, наверное, кепочки модные. Кепки, там, да, все, там, форма такая вся расписная. Ты в 10-м получаешь травму? Да. И после этого началось что-то х**, да? Да. Я слышал, что в 2011 году у тебя был контракт с Брикасом. Да. Но ты сказал, что не появишь. Было такое. И перешел в Аполле? Нет, не в Аполле, в Остров. А, перешел в Астров. Нет, на самом деле не сказал, что я не поеду. На самом деле, тогда они отказались от моих услуг просто. Ну, вы думаете, что это была экстралига? Попали тогда снова. А, вышли? Да, в 2012 году вышли снова в экстралигу. И, опять же, я слышал неподтвержденных источников, что ты вроде как подумал вообще завязать. Да? Да? Все надоело? Не надоело. Ну, давай, вкратце объясню. Начиная с 2010 года. Даже не из года. 2010 год нормальным был. Тогда третьим и Россией был. Но праздновал я это в больнице в Волгоговостоке. Почему? Пал и ногу сломал тогда. Третий этап был. Лишний чемпионат России я в Владике. Упал тоже. Вроде опытный уже на тот момент был. Заезд был там. Мой заключительный был заезд в этой гонке. Ну, задоримая в Ваде Тарасенко. Это раз. И второе. Свет был плохой. Это было? Да. Вечерняя гонка была. Ужасный был свет тогда. Они то ли его первый раз включили, то ли что. Не знаю. Пробовали они его. Говорили, что нормально. На самом деле было ненормально. Ужасный свет был. Очень было темно. Не было видно. Большой отброс тени был от забора. Около метра, наверное. Даже полуметра. Очень было. Не видно было. Лысая дорога была. На самом деле уже никто меня не догонял. Ни я никого не мог догнать. У меня железное третье место было. Я выиграл старт. И Вадя меня объехал. Понутри. Сразу же со старта, по-моему. Таким не так что наглым образом. Но в этом месте, во Владике, там все обгоняют. Прямо чуть ли не по белой линии. Меня закусило этот. Я думаю, ну пацан, блин. Ну давай, посмотрим, как ты меня. Думаю, обогнал сейчас. Я тебя погоняю. Начал гонять, рубиться за ним. И что так в один момент дальний вираж получается. Набрал я ход шире, хотел зайти за него. То ли у него что-то не получилось, то ли что. Сначала я видел, что он начинает и он сейчас вовнутрь поедет. Не знаю, что-то. И он остался шире, понимаешь. Не дал мне войти широко за него. Не то, что не дал. У него так получилось. Кто ли он этот вход проспал там, не вошел там, знаешь. Но на 100% нехотя было. И он чуть-чуть, чуть-чуть вошел шире. И у меня был такой ход. Я уже был готов войти туда. И я вошел еще шире. И вот этот отброс тени был широкий, что там уже настолько было кучно, не видно, темно. И я в последний момент видел, что забор очень близко. Я разворачиваю мотоцикл. С него спрыгиваю. Мотоцикл поднимает забор. Я залетаю двумя ногами под забор и стукуюсь в тот забор. Главное, был надувной уже забор. Я двумя ногами стукаюсь об деревянный забор тот. И сломаю левую ногу, которая с железным башмаком. Она же сразу удар прямой. Ну да, без амортизации. Да, без амортизации. И я ломаю, ломаю серьезную ногу. Перелом таранного кости со смещением. И я говорю, сразу понял, что я сломал ногу. Боль была ужасная. Я говорю, там врачи подбежали. Я говорю, снимайте быстрее мотобот. Я сломал ногу. Потом не снимите мотобот, что не резать. Боль была бы адская. Ну и распухло бы. Ну конечно, и так больно было. Они снимают ногу. Я смотрю на нее, она у меня вот так вот стопа в стороне. Я говорю, колитик у меня обезболивающий сразу. Я говорю, сейчас. Я, конечно, сознание потеряю. Вкололи. Ну и все, что, в скорую и в больницу. И все. Вот это и повлекло за собой вот этот вот большой спад. Здрасте. Да. Да что-то вы поздно проснулись совсем. Конечно, я уже давно открыл расчет. Да может я еще во всех банках тогда открою, да и буду денег платить всем. Давайте вы мне денег лучше дайте. Спасибо, до свидания. В 14-м году подписал контракт, когда Джейсон Дойл подписал. Вот мы между собой два конкурента. Тренер, как бы Кендиор был на моей стороне. Там проблемы что-то было с Лизой. Кстати, а нет, другая Толстовка-Лозинская. Лангель что-то там дойл. Он ездил, он год до этого ездил в Уравичи. Он приехал в Астрофе, я вообще не чувствовал. Я 2-15 с ними набрал, а он там кое-как там набрал. И вот один из уникальных гонщиков на самом деле. В каком плане? Ну, в позднем возрасте, в гран-при он вырос на такого уровня. Ну, на такого уровня вырос. Не с там малых лет, как все. А уж достаточно взрослым. Уже начало безнадежности, когда он начинается в карьере. А он, смотри, выбился. Я говорю, 13-й год, кто такой Дойл, хер знает. Сарайчин приехал, ты его не чувствовал. А 15 очков там набрал комплект. На следующий год в Лодии встречаемся вместе. У него с Лизой проблемы были. Астралийский Чу Плюс, он тренируется зимой в Астралии. И, видать, вот этот момент накатался там, что? Есть ли в России профессиональный спорт? Если под этим подразумевать, что профессиональный спидер, если ты можешь работать только здесь, у тебя нет ни Польши, у тебя нет никаких дополнительных заработок. То есть ты полностью занимаешься гонками, ездишь полностью в чемпионате России за стыком Ашкирии, и тебе этого, ну, тебе и твоей семье хватает на жизнь? Да. Допустим, мне. Ездя только за наш клуб, в принципе, хватает, да. То есть ты теоретически можешь не без Польши, просто вот и ты и будешь. Да, просто, ну, без Польши там дополнительно, вот, лик этих, там, ну, на какие-то там другие плюшки, там, радость, там, это не хватит. На самом деле, там, этого вполне хватает. Таких денег, допустим, где-то в другом месте, там, ну, очень сложно заработать. Ну, лично, ну, я в каком-то степени, да, согласен с ним. Профессиональных гонщиков в России мало. И это, наверное, еще и сами гонщики виноваты в этом. Это не то, что там нехватка, там, денег, знаешь, там, много балбесов, на самом деле, много балбесов молодых. Они, как-то знаешь, вот, если, если даже здесь взять пример, у нас, да, мы раньше отсюда не вылазили, там, ни я, ни Гафуров, там, знаешь, мы сидели, там, а что делать, вот, да, ну, молодежь, семьи, нет, мне, что делать, что делать, там. Ну, вот, мы ковырялись здесь целый день, вечером, хоп, там, прыгнули по машинам, прокатились по городу, там, где-то посидели, все домой с утра в 9-5 на стадион. Вот так у нас, а сейчас, видишь, пусто. Ну, а то есть, видишь, в межсезонье вы здесь собирались? В межсезонье, да и в сезонье сейчас посмотрите, такая же почти тема. А межсезонье, оно и самое важное. Вот, где вы сказали вау, когда приехали, ну, кроме, кроме, кроме Эмиратов? Нет, ну, вообще, да, кроме, если отдыха, вот, ну, кроме отдыха, вообще, вообще, в принципе, вот сейчас вау у нас было в Польшу. Рассказывай, но... Да, в этом году мы где-нибудь забирались. То есть не был советов. И Данила, и я потом прилетела. Мы приехали в Польшу, поехали в этот последний. Там было вау. Вот там прям такие сильные, мощные впечатления заставляют задуматься. И, говорю, Данила, такой как раз возраст. Не представляешь, мы попали в такую погоду. Прям все эти тучи над Носленцемом, дождливые, тяжелые, такие повисы. Вот это прям дало вот эти... Ну, да, да. Такая атмосфера была, это просто жесть. На самом деле, вот мы там прошлись, и это вообще... Это, я думаю, надо, кто-то не был ехать. Ухота перечитать эту всю историю, пересмотреть фильмы, вот мальчик в полосатый пижаме, список шинглера. Шинглера, да. Там это прямо въезд в Освенцим, вот он, списки шинглера. Прям реально, представляешь, вот оттуда это была картинка вот, ну, снимали. Туда надо попасть каждому. Это надо посмотреть, да. И увидеть, конечно, своими глазами, чтобы потом передавать с поколения в поколение. ТОП-5 фильмов, которые нужно посмотреть. Наших ТОП-5? Вообще любые. Блин, ну, сложно сказать их. На самом деле, это будет, наверное, побольше. Ну, побольше, ну, давай попробуем пятерку. Просто посмотреть, или вот чтобы с пользой какой-то? Нет, это вот фильм, который нужно обязательно посмотреть. Вот, условно говоря, у меня там ТОП-5 точно будет ходить, например, назад в будущем. Пользы как бы никакого, но это, как бы, я считаю, еще топовый фильм. Ну, если так, ну, да. Я, кстати, каждый Новый год всегда показываю. Вот прям сижу, не отрывайся, смотрю все части. Назад в будущем показываешь? Чего не смотрел, что ли? То есть, погоди, ты из тех людей, которые кино смотрят по телевизору? Ну, конечно, блин, по телевизору как бы, не знаю, вот просто садишься, спонтану, хоп, назад в будущее, и все, сел и сидишь, смотришь, как-то. Ну, хотя можно хоть где посмотреть, там, да, как ты говоришь, там. Короче, ну, смотри, давай, ну, назад в будущее. Все части мы берем за один фильм. Да, назад в будущее, один дома, вот эти фильмы, там, знаешь, там, из тех, из тех фильмов, там, комедии, допустим, там, из Вентура, там, поржачь, там, лжаться-лжаться, там, Джим Керри, ну, недавно вот это, Грусь и Могучий, да, вот такие фильмы, там, потом, что мне еще нравится, трансформеры, обожаю, все части, терминаторы, все люблю, вот это смотреть, там, что с техникой, машины связаны, всякие вот эти, темки, короче, это вот, постоянно смотрю, подсадил Данила на эти, трансформеры, все, он все это смотрит, там, форсаж обязательно, форсаж нужно посмотреть, там, всем, прикольно, вот такие, знаешь, там, вот, интересно, знаешь, конкурсин, вот, ты упоминал, связан за вашим, там, допустим, да, великий уравнитель, болен, очень, мне понравилось, обе части, там, или три, даже, две части, да, классненький, советую посмотреть, боевичок, по-моему, да, триллер, боевичок, так, вот, и со смыслом, и там, да, есть там, и берутся, и стреляются, все, там, потом, таких, из ужасов, там, мне нравится, допустим, пила, блин, тоже, вот, как все, схема, как все продумано, знаешь, как все делается, сколько, сколько частей, все, 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 четко, там, каждой части, вот, этот, вылазит, вот, как-то, так, интересно, да, на самом деле, блин, много, вот, так, сходу сказать, вот, сходу, то, что ты мог сказать, да, романтические фильмы, какие вы смотрите? романтические, блин, три уровня, три метра над уровнем неба, весьма классный фильм, тоже стоит посмотреть, это тебе нравится, и обе части, мне тоже нравится, что он, он улыбится, нравится ей точно, да, говори, что мы сейчас смотрим, мы пересмотрели, «Легенда на 17», мы ее, это обязательно, мы ее, очень много раз смотрели, раз 30, мне нравится, на реальных событиях, движения, верно, вот эти вот, со спортом, ну, спортивно, допустим, недавно вышел этот, мне понравился фильм, тоже, думаю, стоит посмотреть, этот, «Форд против Иерария», да, мы выходили, концовочка, конечно, блин, ну, реально, да, жалко, что так вот, жалко, вот тоже, видишь, человек, с чуйкой, какого, чутье, вот это внутреннее, он чувствовал машину, настолько знал, где что, вот, как ее настроить, это вот у нас еще мотоцикл, попроще, а там машина, там подвеска, четыре колеса, коробка передач, понимаешь, на скидку, вот так вот, вот такие фильмы, там, надо смотреть, мне просто интересно, ты разве не хотел, вот, допустим, составить, фильм «Лед» и «Лед-2»? Не знаю, что мы ходили, ходили. Мы вот так, что перезвонили, пойдем по телевизору, встать, сейчас как раз идет, «Лед», потому что выходит, на 14 февраля была, на вторая часть, мы ее только что пересмотрели, а что, я не знаю, прикольный фильм, перелетный, шикарный, это, вот, кстати, это вот к разговору о реальных событиях, не обязательно, ну, как бы, спортивное, любое, в принципе, да, на реальных событиях, потому что я сразу же, когда смотрю, сразу же, я хочу читать, ничего не слышали, ну, или, может быть, слышали, но смотрели ли, «Чернобыль», «ХБиошки», посмотрели? «Реально». «Ты чё?» «Тоже аж». «Ваще классный, сказать». «Это фильм вау, такой вот, тоже, «Передом ребенок у нас потом залез в YouTube, и все посмотрел, как сейчас…» «Вот то же самое, я все равно, я… «Короче, блин, ну, реально, это интересно». «Интересно, очень интересно». «Долго же скинували, это все, и то даже видишь, на наших районах ничего сняло из био вот это, да?» «Побежал, боец!» «Разгон!» «Позвонок!» «Когда, короче, на YouTube выбиваешь «Денис Гизатурин», то где-то в середине, наверное, да? «Да где-то в серединке, короче, там заезд, а потом где-то в серединке вот страницы, но вот это все. Мы сейчас включим. Слышишь, это ты Дениса Безатулина. Нет, там певец же, по-моему, певец. Слушали ли ты когда-нибудь Дениса Безатулина? И, может быть, вам какой-то клип вместе снять. Кстати, Дениса Безатулина не попадалась. Нет, есть. А Безатуллин есть певцы там. А прям Денис, блин, если... Когда вбиваешь, или в Википедии, по-моему, там его слой был. Нет, откуда слышать, что-то. Я, кстати, даже не знаю. Кстати, где-то. Глеб, привет тебе. Давай выздоравливай. Строи, бой. Понятно? В октябрьский переходи. Будет команда. У нас 4 команды будут, если к нам придешь, они 3,5. Все, я не посмотрел состав команды в октябрьском большинство взрослых. Ну, блин, там уж тут не без половины, а тут получается... Короче, знаете, там российский спидвей изнутри. В особенности его проблемы. Вот, зная все это, вы действительно хотите, чтобы ваш сын стал мотагонщиком? Блин, такой сложный вопрос, я задаю. Сложный вопрос, но интересно. На общественное обсуждение. Да нет, если честно, мы вообще его хотели... Но Денис хотел подальше от спидвея. До того момента, пока, оказывается, наш ребенок не вырос, и, по-моему, он ему отправил СМ-сообщение в другую комнату. Я не помню, как было. Да, что мы даже не даем ему попробовать. Он очень хотел именно спидвей, хотел сесть на мотоцикл, а мы его в хоккей, в хоккей, в хоккей. Я живу, чтобы сбить, в хоккей живу. И он что-то так, как-то неожиданно подрост, пошел, обиделся, и в другой комнату написал ему сегодня сообщение, что ты не даешь мне даже шанс попробовать. И после этого как-то, ну, посадил он его на мотоцикл и сидит. Смотрите, вы одноклассники. С какого класса? С первого. Как с Сашей Белой? Да. Реально с первого класса вы чувствуете? Да, нет. С первого класса. Ну, уж понятно, школа же была, мы же, блин, не сидели ни за партой, ни за ручку не ходили. Там совсем другие отношения были. Сам, знаешь, как пацан с девчонкой в школе, как у всех обычный. Просто там, не знаю, чувства какие-то. У нас уже потом, даже когда мы уже разошлись со школы, там... Мы учились до девятого класса. Просто мы еще жили рядом. Вот-вот, я так хотел, например, что рядом жили, и как бы вы поначалу дружили, да, наверное? Ну, да. Да, что тогда же было. Вот за штаб, когда уже было, восьмой, девятый класс, там, что? Я же вроде класс. Да он не был по плечу. Я была на рост ниже, я на голову ниже нее была. А сейчас наоборот все. Так. Закончили девятый класс, я его потом два года, наверное, не видела. Да больше чуть-чуть. Или три, да. И потом что-то мы так встретились, и уже что-то я ему стала как-то по плечу, он был по плечу. Знаешь, как прикол было? Мы поехали на соревнования, там, в 2001-2001 год. Выдали суточный, я пошел. Мобильный телефон только вышли. Я пошел, иначе, что ты мобильный телефон купил. Что ж, хорошие у вас суточные были. Вот. Мы в Чехию ехали. А, ну да. Чем дальше, да, тем больше. Да, конечно. Хватил и купил, потом по приезду взял и набрал. Телефон помню. Домашний был? Домашний, конечно. У нее-то не было мобильный. Как было ей купить-то? Прикинь, вы, это ход. Нет, да-да. Тогда было 8 гонок, больше не было, суточных не давали. Так, ну хорошо, итак, подожди, блин, это сейчас, мне кажется, вообще какая-то шикарная история должна быть. Ну и все-таки позвонил на Ваши, говорит, типа, привет, пойдем гулять. Разговаривали, что мы до сих пор с Гафуровыми, вот с Альбертом собираемся, и это все вспоминаем. Как они мило ездили, выкрикивали, мы там, как-то рассказывали, прикалывались там. Он под сиденьку чуть ли не залезал там. Знаешь, как они делали, вот там, Рена, ну, Гафур, там, вот, Артем, я тебе упоминал, там, тоже он гонял, Мингалеев, это, да-да-да-да-да, знаю, там, вот, там, едем что-нибудь там, катаемся по городу, там, хоп, Наташа идет там с подружками гулять, там, мы там, хоп, заскочили куда-нибудь в тротуар, я не давать, там, ва-а, там сигналит, ва-ва-ва-ва-ва-ва, и меня поставляет, открывает окно там, выкрикивает свои, не открывает, я ложусь, короче, сзади прячусь там, а, смех вот так, нет, мы еще дураки там же вылазят там, да, ладно. А ты что думала, ну, он типа, что происходит или ты понимала, как бы, что происходит? Нет, что вообще происходит? Дураки какие-то, что там, ну, вот таким приколом были там. Так, ну, новость, хорошо, вот вы, значит, по-сигналит, но ты же решился в какой-то момент, ну, да, потом обозначить. Потом, да, еще раз, там, ну, нормально, что, созванивались, созванивались там, может, там, прийти, там, идем, проходи, там, идем погулять. Ну, как это бывает, я не знаю, я в России хотела. Ну, и вот так, что, дайся, даты. Что-то курить, дай, классно, наверху. Саша, кто у тебя первый тренер? Господи, да. У меня первый тренер Платонов Николай Леонтьевич. Вот кто возился со мной, там, с детьми, там. Вот, сейчас болеет. Он не болеет, там. Он, да, он, наверное, видимо, да, такой, видишь, да, что есть, ну. Очень хороший человек, да, звонит всегда. Блин, при памяти. Очень грамотный. Вообще грамотный, да. Очень, да, начитанный такой. И постоянно слушает новости с ним, ну, приятно вести беседу. И когда Денис в Польше... То есть каждое воскресенье он мне может в одиннадцать. Наташа, извини, не поздно. Как Денис отгонялся, да, до сих пор за него переживает. Нет, он всегда ее... Всегда говорит. Как я его слушал, понимаешь, кто... А не боялись его все? Он мне говорил на треке, вот он хромой, вот, да, вот, там. Вот у него болезнь там была, да, вот он. Так показывает, так вот, так надо, там, то я понимал. Ну, и он научил, реально он научил. Вот с первых шагов ездит боком, научил он, да, там. Он, ну, нормально, да? Да, и ему понятия есть, там. Он живой, все там. Просто вот несколько, там, лет назад травму получил, там. И, ну, вот, то, что вот как есть у нее состояние. Сейчас лежит он. Не ходит, да? Да. Он даже говорит, пусть да, не делает, там, знаешь, заряд, всегда там, когда-нибудь болеет. Ну, на самом деле, это правда. Что вы делаете, что делать молодым родителям в Октябрьске? Вообще, в принципе, у меня такое ощущение, честно, уже давно, я все-таки не первый год, скажем так, бываю в Октябрьске. У меня ощущение, что в Октябрьске ты либо должен быть бизнесменом, либо должен быть гонщиком, либо ты должен ездить на вахту на север. Иначе так и есть. Как-то трое гонщикам. Не, ну, а что, гонщикам? Что тут? Пять человек молодых. Команды, и, собственно, человек на масштабном плане, да, либо бизнесменам, как оно и есть все. Бизнесменам, здесь есть, сколько магазинов, все. Либо вахтеров, все. Фу. Так, ну, это оно разделяет. Или это? Два их брата. Горцарки они. У них, я не знаю, в Польше один из первых, или не один, но, короче, в салон Мерседеса. Ну, они взяли под свое крыло, как спонсоры, началось, вот, Рената Марденовича, я помню, в Сигаре, в Сигаре. Первый российский гонщик, кого они взяли к себе под крыло, в качестве спонсоров, да, спонсоры, спонсоры, в Сигаре. И потом, как пошло на ней, вот, на россиян, которые всегда любили, понравилось. Потом, Эпинарт Марденовича, там, немножко Даркина, Люкмейский, потом, кто там, потом, после Марденовича, там, я, так, ну, что без шапки. Короче, ну, кепка прикольная, прям. Мы разыграем эту кепку. По традиции, вам нужно будет, чтобы выиграть эту кепку, нужно будет кое-что написать в комментарии. Мы сейчас скажем, что. И в следующем выпуске, Денис выберет победителя, наградим его, отправлю почтой России в любую точку нашей страны. Итак, задание. Смотри. Ну, я тебе рассказывал. Да. Что ты, для меня, так я футбол люблю, все-таки ты для меня, это октябрьский Тотти. Ну, какая-то это, знаешь, вот, оно, как бы, прикольно, но немощно звучит. Не Тотти, да. Ну, как-то, это звучит, как-то, ну, в жанре, это, почему-то, Тотти, это футбол, это, как бы. Так, в общем, вам мы предлагаем в комментариях придумать какое-то... Даем задание, да. Да, какое-то гоночное прозвище для Дениса Гизатуллина. Ну, типа там, вот, там, Эмиль Сайфуддинов, это русская ракета, вот, что-то мощное, типа того же, только про Дениса Гизатуллина. Спасибо, что приняли, спасибо, что встретили. Я хочу пожелать тебе удачи в сезоне. Я хочу, чтобы ты дальше возил всех в Октябрьском и радовал полные стадионы, которые, сто процентов, будет полный стадион. Ну, спасибо тебе тоже, что не забываешь. Я тоже рад знакомству. Я надеюсь, что у нас все получилось интересно, прикольно. Ну, посмотрим, потом комментарии-то почитаем. Мне было интересно пообщаться в таком формате. Бороться будем, стараться. Я всех приглашаю смотреть, следить за нашей командой, и за нашими результатами. Мы не победим. Всем привет. Приходите на стадион смотреть наш. Всем спасибо.